Печальная новость прилетела из столицы Приморья. Сегодня главный претендент на должность главы региона Андрей Ищенко не будет участвовать в борьбе за губернаторское кресло. Начинаем! Напомню, что весь сырбор в Приморье начался полтора месяца назад. В сентябре там проходили выборы губернатора, как в общем и по всей стране. И вот тогда случилась совершенно замечательная вещь. Вот этот вот кандидат Ищенко, который на протяжении всего подсчета голосов лидировал, причем с таким достаточно приличным отрывом, вдруг в последний момент бах! И проиграл их, чем удивил не только всю страну. Удивлен был весь мир, вся мировая общественность чуть в осадок не выпала, потому что на такой наглости я, наверное, не припомню. Всякое было. Бывали вбросы, бывали какие-то карусели. Была откровенная ложь, но чтобы вот такого отключилась система. Председатели тиков вместе с бюллетенями куда-то исчезали. Их искали потом с собаками. Короче, подтасовка произошла страшная. Настолько это ужаснула общественность, что пришлось все переиграть. Пришлось результаты выборов обнулить, отменить. Назначить перевыборы на 16 декабря. Хотя непонятно почему. Ну, потому что у нас, в отличие от Украины, народ немножечко не дожал. Можно было, наверное, поступить там же, так же, как у них, в середине нулевых. Назначить еще раз второй тур. Но, тем не менее, власти наши прекрасно понимали, что если бы они переназначили и еще раз отыграли второй тур, то, в конце концов, этот самый Ищенко в любом случае бы выиграл выборы. Тем более, что народ просто обозлился. Народ так был обозлен. Он и после всех этих пенсионных реформ, и после вранья нашего президента. А после такого китка, я думаю, что там Ищенко набрал бы уже там не 49, что ли, он процентов там 48. Он бы набрал там все 99. Я думаю, даже откровенные запутинцы за него бы проголосовали. Но, тем не менее, сегодня произошло, что произошло. Даже знаю, что сейчас начнут пропагандисты радоваться, хлопать в ладоши, рассказывать всем и каждому. Ребят, ну а что вы удивляетесь? Пеняйте на зеркало. Ведь это на самом-то деле кто? Они сами сняли своего кандидата. Они имеются в виду КПРФ. Действительно. Неследующему человеку может показаться, что да, действительно, они ведь сами сняли своего кандидата. Собрали сегодня конференцию, где выступили, сказали, не, мы участвовать в этих выборах не будем. С одной стороны, как бы да, так. Но, теперь я вам расскажу, что произошло на самом деле. А на самом деле, коль скоро результаты выборов обнулили, пришлось к кандидату Ищенко, в том числе, снова проходить вот эту вот замечательную процедуру, которая называется муниципальные фильтры. Если кто-то не знает, что это такое, коротенько рассказываю. Это, поскольку губернаторы избирают, в Приморском крае, помимо Владивостока, есть еще энное количество городов, и в каждом из них есть своя муниципальная дума. Так вот, каждый кандидат, человек, который хочет участвовать в выборах, просто заявиться как кандидат, он должен все эти муниципальные города и веси объехать и собрать из каждого города энное количество подписей от действующих депутатов. Как мы прекрасно понимаем, во всех этих муниципалитетах, в подавляющем большинстве, сидят ребята-единоросы. И коль скоро Ищенко один раз уже выиграл у единороса, и его даже пришлось заменить, а как мы знаем, Тарасенко поменяли на другого персонажа, господина Кожемяка, который сейчас благословение светлейшего князя царствует, не царствует, барствует, я не знаю, как это сказать. Ну, в общем, исполняет обязанности. Пока, то, естественно, я так понимаю, что пошла команда не дать ему пройти этот муниципальный фильтр. И, в общем, ему начали везде отказывать, и он бы просто его не прошел. С другой стороны, я не совсем понимаю коммунистов, но, может быть, это какой-то хитрый ход с их стороны. Но вот так вот сдаваться без боя, я бы, наверное, не стал. Хотя мы прекрасно с вами помним, это уже было не раз, не два, не три, давайте вспомним, вернемся там на полтора года назад, вспомним выборы губернатора Свердловской области, где точно так же, по точно такой же схеме, просто не пустили Ройзмана. Не допустили до участия в выборах, которые мог бы эти выборы выиграть. Вот тут у Ищенко была бы точно такая же судьба. Хотя, повторюсь, я не понимаю. Человек, который однажды эти выборы уже, по факту-то он их выиграл. И вот такую вот свинью подложили избирателям, подложили людям. Это обман. Это некрасиво, это подло. И я очень надеюсь, что это не оставит людей, жителей Приморья, конечно же, в первую очередь. Не только жителей Приморья, кстати, а равнодушными к произошедшему, потому что настолько подлого кидка. Вот да, в сентябре случился подлый кидок. Сегодня вот то, что происходит там, в Приморье, это еще более подлый кидок. Причем, никто же не понимал, что такое может произойти. Мы там увидели, что вроде как. Даже Памфилова сказал, нет, тут что-то как-то были какие-то нарушения. Памфилова сказала про нарушения. А давайте-ка мы поставим под сомнение результаты этих выборов, несмотря на то, что после всех этих вбросов, после всех этих танцев при Луне, все-таки как будто бы выиграл кандидат от Единой России. Напомню, господин Тарасенко, тем не менее, но народ сказал, ребят, фиг вам. Вот, вроде как отменили результаты. Вроде как туда поехали какие-то кандидаты, даже а-ля топовых звезд из числа шестерок туда отправили. Я имею в виду, из шестерок, простите, неправильно сказал, из числа присосок. Есть такой, господин Сурайкин, вы его знаете. Это лидер партии коммунисты России, которая, вижу, понятно, зачем была, создавалась в свое время, и которого как чертика из табакерки постоянно вытаскивают, для того, чтобы, ну, когда где-то надо отжать голоса у КПРФ, единственной сегодня относительно оппозиционной партии, и которая уже покажет, что какой-то результат, она где-то что-то выигрывает. Конечно, Сурайкин сейчас тут прям вот очень необходимая деталь, очень нужная вещь. Вот. Достали даже из пыльного чулана господина Митворя, который ничего в своей жизни ни разу полезного не сделал, но он умеет красиво молоть языком, умеет рассказывать сказки о светлом будущем, он умеет рассказать о том, какой-то прекрасный, великий оппозиционер, и вытащили даже вот этого вот клоуна, отправили туда, там на сегодняшний день 14, по-моему, человек, подали заявки на участие в избирательной кампании, регистрация вот-вот-вот-вот должна когда-то начаться, и тем не менее, вот коммунисты, когда поняли, что им не дадут пройти вот этот муниципальный фильтр, они сделали вот такой вот финт ушами. На что рассчитывали? Повторюсь, я считаю, я бы, мне кажется, это решение может быть не очень правильным, я понимаю, зачем они это сделали, они вроде как показали, что мы не хотим участвовать в этом цирке, где заранее, да, все известно, но, к сожалению, к сожалению, у нас избиратель, он несколько, вы меня простите за это слово, так глуповат и необразован, он не понимает, ему надо все реально всегда разжевывать, вот совсем разжевывать, как маленькому ребенку, и чтобы он уже готовое что-то глотал. Но тем не менее, если ребята сейчас там продолжат работу в Приморье, если сейчас действительно они не просто лапки кверху поднимут, а продолжат работу, опять начнут выводить людей на улицы, и, кстати, не только они, как няньки, должны их выводить, и, наверное, жители Приморья тоже должны сами выходить, не из-под палки, а самостоятельно, потому что, по большому счету, это уже не просто кидок, это швырок, да, через колено, это мерзко, грязно, подлое, и я не знаю, чего добиваются наши власти, но это уже даже не обман. Если можно было еще в 2012 году, в 2011, да, когда выходили люди на акции протеста за честные выборы, они говорили, выборы нечестные, то вот то, что мы наблюдаем сейчас, это даже не нечестное. Это просто плевок в сторону своего населения. Плевок, повторюсь, потому что, еще раз, если кто не догнал, да, жители Приморского края уже один раз сделали свой выбор. Они показали, что они не хотят кандидата Единоросса. Они показали, несмотря на то, что Единая Россия из-под палки какие-то, там, загоняла каких-то вот этих рабов, трусов, ну, из числа бюджетников, из числа каких-то лкашей, да, из числа каких-то подневольных граждан, которые сидят, трясутся от страха, их там начальник запугал, вот, и они пришли, там, все поставили галочку, где нужно, но, тем не менее, свободные жители Приморского края, они пришли и показали, они сделали свой выбор, они показали власти, мы не хотим больше Единоросса. Тем не менее, Единороссы, вот, поступили. Вот так, я считаю, что это плевок, и, я не знаю, будем ждать реакции и от жителей Приморья, и от, конечно же, коммунистов, ну, я думаю, просто, ребят, надо их всех поддержать, вот, буквально там 4 ноября завтра праздник. Хотя никто не знает какой, но вроде как государственный 7 ноября, 101 годовщина Великой Октябрьской революции, которая была государственным праздником на протяжении почти восьми десятков лет, поэтому, ребят, есть возможность, ну, или сидеть вот в этом плевке и начинать там обосновываться и понимать, что все, потому что это будет точкой невозврата, если и в этот раз мы все дружно проглотим, ну, тогда я даже не знаю, что делать. Все, спасибо, что выслушали, это была реальная журналистика, это маленький, просто такое короткое мнение. Пока!